всем привет и добро пожаловать в этот пятничный выпуск ньюсблока крипто на канале крипто commons с момента последнего выпуска ньюсблока крипто в мире произошло очень много интересных событий за исключением движения цены но это совершенно не значит что нам нечего вам рассказать ведь эти события могут повлиять не только на сам крипто рынок но и на вас лично и особенно тех пользователей которые предпочитают мобильную технику apple но хватит прелюдии переходим к делу и так сегодня в выпуске в м чипах apple обнаружена критическая криптоуязвимость в своем интервью на bloomberg tv энтони помплиано объясняет ситуацию происходящую с ценой биткоина сек развязывает войну против эфира подробнее о всем что вы должны знать и завершить наш сегодняшний выпуск обзор рынка вместе с кевином с венсоном оставайтесь с нами и так неисправляемый дефект в процессор м-серии apple открывает доступ к зашифрованным данным в отчете опубликованном 21 марта группы исследователей из нескольких университетов сша уязвимость определяется как эксплуат побочного канала позволяющая хакерам незаконно получать ключи сквозного шифрования во время выполнения процессорами apple широко используемых крипто графических протоколов однако в отличие от обычных уязвимостей которые можно устранить с помощью непосредственных патчей это конкретная проблема находится в архитектурном дизайне самого микропроцессора что делает ее неисправляемый взлом беспрепятственно работает в пользовательской среде и требует только стандартных пользовательских привилегий аналогичных тем которые необходимы обычным приложением хорошо простым языком это очень серьезная уязвимость последние годы скорее всего ты не впервые слышишь об уязвимости в процессорах данная тема активно набрала популярность восемнадцатом году когда появилась информация об уязвимости под названием спектр в процессорах intel и amd также являющиеся уязвимостью в архитектуре и также не поддающийся простому программному решению но по имеющимся на сейчас данным проблема с apple гораздо более серьезно дело в том что уязвимая часть процессоров m-серии apple очень сильно интегрирована в повседневную работу операционной системы так как процессы шифрования используются буквально везде и получение доступа не привилегированные программы к закрытым ключам в общем-то звучит катастрофично ведь речь здесь поднимается даже о таких частях вашей безопасности как менеджеры паролей доступ которым злоумышленник может получить без проблем особая проблема заключается в том что вредоносной программе не нужны административные права поэтому ее запуск может для вас стать совершенно незаметным но что же тогда делать скажешь ты дорогой зритель в данной ситуации прежде всего не паниковать если ты давно следишь за нашими выпусками то прекрасно знаешь что любая чувствительная информация включая крипто кошельки и данные по своим крипто активам необходимо хранить на отдельном компьютере который используется только для этих целей на нем должен быть набор из минимального установленного программного обеспечения система должна обновляться а весь установленный софт ты должен производить только из достоверных источников если ты продолжаешь следовать этой схеме то в целом ты в безопасности но риски конечно же остаются и недавние случаи с леджером тому хороший пример так что соблюдая максимальную осторожность скорее всего ты будешь в безопасности даже если используешь ноутбуки с процессорами apple серии м но лично я этого бы не делал идем дальше энтони помплиану в своем недавнем интервью на блумберг тв разъяснил ситуацию происходящую на крипты рынке и конкретно с биткоином это полторы минуты которые ты должен увидеть мы видим как цена биткоина упала к отметке в 65 тысяч долларов что происходит под капотом да и для контекста это муравьиный откат по сравнению с тем что биткоин определенно делал истории во время предыдущего бычьего рынка у биткоина было падение в 30 процентов то есть более чем в пять раз поэтому к 2017 биткоин вырос одну тысячи до двадцати тысяч долларов и наблюдал многочисленные 30 процентные спады а сейчас это 13 14 процентов так что в историческом контексте это очень малое падение для обычного рынка и еще одна вещь и если мы посмотрим на историю за последние скажем 10 лет то только за последние пять лет биткоин вырос на 1500 процентов а если ты не поднялась даже наполовину если мы посмотрим на 10 лет то составной ежегодный прирост биткоина составил 60 процентов а у s&p 11 поэтому если сравнивать эти вещи и ожидать волатильность вверх то стоит ждать и волатильность вниз при этом если сохранять важность исторического контекста важно понимать что это очень и очень малое падение в сравнении с прошлым но значит ли это что трейдерам нужно пристегнуться ожидая потенциально впереди новую волатильность и дальнейшее падение смотри вообще здесь есть некоторая ирония в том что появился уолл-стрит были одобрены те за которыми сразу же упала цена как бы я добро пожаловать bitcoin после мы пробиваем исторический максимум при этом его преодолевали 3-4 раза а за 18 или меньше дней цена биткоина удвоилась после чего образовалась 15 процентная коррекция так что я думаю один из уроков который bitcoin приподнес за последние 3-4 года это в том что никто не знает каково будет будущее более того мы даже нарушили некоторые исторические правила которые придерживались люди так сказать устоявшиеся правила например что биткоин никогда не опускался ниже предыдущего исторического максимума никогда не было а то аж перед холдингом но оба эти правила были нарушены так что думаю что мы на неизведанной территории а мы должны понять это волатильный актив который хоть и показывает лучшие результаты но остается очень и очень волатильным энтони краткая понятная и замечательная речь главный вывод из которой можно сделать такой ничему не удивляйтесь а мы с тобой дорогой зритель идем дальше срочные новости генеральный директор и главный юрист ripple apps поддержали эфириум и cftc говоря что сек проиграет генеральный директор ripple брэд горлингхаус и главный юрист стюарт альдеротти выразили поддержку эфириум поскольку комиссия по ценным бумагам и биржам сша начала расследование против эфириум фаундэйшн проводя юридическую кампанию по классификации эфира как ценной бумаги небольшой контекст в 2020 году ripple apps посмела назвать эфириум поддерживаемым китаем на что невозмутимый виталик бутерин хорошенько согрелся в своем твиттере он назвал xrp щиткоином пришло время и старые обиды забылись но нет виталик снова упомянул xrp сказав что они не имеют права на защиту но судьба интересная штука и вот уже сек хорошенько поломав зубы а ripple перекинулась на эфириум фаундэйшн цель всем очевидно назвать их ценной бумагой и вот наши рыцари в белом вступаются за эфир говоря что всех проигрывает эту битву а эфириум фаундэйшн и cftc хорошие ребята здесь важно понимать что любая из сторон защищает прежде всего свои собственные интересы и хоть с одной стороны позиции ripple выглядит слегка лицемерной следует им все-таки отдать должное их война всех защищает не только интересы самой компании но и всего крипто сообщества они это понимают а мы не забываем первый пункт компания защищает свои собственные интересы но главная фишка этой новости на самом деле в другом пару выпусков назад я вам говорил что история 7 си и сек только начинается мы прекрасно знаем что сек не отступает но по причудливым дорогам судьбы она себя привела на мой взгляд в безвыходную ситуацию отступить нельзя а конфликт сейфтиси неизбежен напомню дорогой зритель что сейфтиси признала эфир в виде товара а сек топит что это ценная бумага и я абсолютно считаю что конфликт и открытое столкновение двух регуляторов здесь неизбежно так что продолжаем следить за развитием данной ситуации ведь эта история будет иметь невероятные последствия не только на самих регуляторов и эфириум а на все крипто пространство и чтобы не пропустить ничего интересного и важного подпишись на наш канал и нажми на колокольчик а еще будет здорово если ты поделишься своими мыслями относительно того к чему эта история может привести и как она будет на твой взгляд развиваться дальше и завершает наш сегодняшний выпуск топовая аналитика от топового аналитика кевина свенсона кевин у тебя микрофон и три минуты ребята хочу переключиться на s&p потому что это важно а также за ним важно наблюдать ведь дело в том что тренды зачастую совпадают на более крупных таймфреймах и так декабре прошлого года я сделала предсказание о том что из-за пробоя от эш с н пи у bitcoin остается четыре месяца чтобы пробить свой а то аж похоже что s&p преодолевает свой а то аж так что у биткоина остается четыре месяца на преодоление своего а то аж и bitcoin это сделал за три месяца на самом деле быстрее на один месяц чем я ожидал и данная ситуация с s&p является очень важным сигналом для биткоина но пока s&p 500 давайте посмотрим на недельный график продолжает развивать данную картину оставаясь в режиме вверх и только вверх вероятно биткоин будет показывать себя очень успешно это уверенность которую изливают спекулянты того что фондовый рынок преодолевает исторический максимум продолжает развиваться что вызывает впоследствии у людей уверенность того что если s&p скажем покажет обратную картину уверенности в быконаправленности биткоина будет немного меньше поэтому не забывайте об этом это важно теперь если мы посмотрим на краткосрочную перспективу 4 часовик биткоина то увидим канал направленный вниз если мы эти линии уберем то биткоин технически еще не сформировал восходящий низ а также не сформировал и восходящий верх у нас по-прежнему остаются нисходящие верха и нисходящие низы и до того момента пока мы не оскучим от этой зоны и если мы от нее оскучим то получим 1 истинный восходящий низ сейчас bitcoin потенциально находится в ситуации формирования на этом 4 часовом графике восходящего низа что может стать перевернутым гип что станет индикатором импульсным разворотным моментом увеличением спроса и разворотом тренда в краткосрочной перспективе это будет одновременно с предыдущим сопротивлением превратившимся в новую поддержку и если мы это с вами увидим то сделает меня очень уверенным что мы наблюдаем полный разворот для биткоина если мы с вами посмотрим на гистограмму макди то увидим что это гистограмма на дневке показывает негативный импульс но нужно дождаться закрытия потому что если на дневном закрытии будет отскок то вероятно это покажет позитивный импульс как было вот здесь если мы с вами посмотрим на и т.ф. когда их одобрили события под названием продавай новости у нас было несколько случаев переворота негативных импульсов в позитивную сторону затем в негатив позитив но я думаю как только мы с вами получили три и более позитивных импульс на инстаграме подряд тогда и началось настоящее возобновление нам нужно увидеть на дневном графике и недостаточно одного нам как бы нужно увидеть целый марш этих баров вернувшихся в нейтральное состояние и перевернувшихся на графике magdi вверх вот он нам с вами нужно увидеть вот здесь ведь если у нас продолжится негативное значение на инстаграме то это может вылиться в тест цены биткоина нисходящего низа скажем немного более низкого может быть на этой трендовой линии что возможно что определенно перепугает рынок вынудив продавать позиции перед тем как начать восстанавливаться по крайней мере я так считаю кевин ты отлично считаешь ну а если серьезно то буквально в начале выпуска наш участник энтони помплиано сказал потрясающую фразу сейчас рынок крипт находится в неизвестной территории поэтому произойти может все что угодно и именно это дорогой зритель ты должен помнить помимо того что это не финансовый совет но при любых раскладах я желаю тебе удачи отличного вечера замечательной пятницы и безопасности твоих средств будь осторожен и сохраняй трезвый ум хоть это и не всегда просто сделать тем более что сегодня пятница в любом случае береги себя и до встречи в следующем выпуске